Царь Небесный И Спаси Благой Души Наши Господи, именем Иисуса Христа, Распятого Воскресшего, просим благословить наши занятия. Прибудь с нами в этот вечер. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Тебе же славу отсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 15 января 2020 год. Первое послание Коринфянам. Первая глава. Десятый стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Толкование. «Я не могу просить вас один, но беру себе в помощь имя Господа, от имени которого вы называетесь христианами, и которое вы оскорбили, пожелав называться именами людей». «А текст есть у кого-то?» «Виноват». «Пусть это приведет вас в стыд. О чем я умоляю вас? О том, чтобы все вы были согласны и не разделились. Ибо кто разделяется, то хотя, казалось бы, вместо одного становится многим, но на самом деле не делается многим, ибо что пользы в теле, рассеченном на многие части? В нем единство пропало». Итак, весьма выразительно назвал разделениями то, что происходило между ними. Этим словом ясно показывает, сколь бедственно было их состояние. Выше сказал, чтобы все вы говорили одно. Посему, чтобы не подумали, будто согласие состоит только в словах, прибавляет в одном духе. То есть умоляю, чтобы вы согласны были и в мыслях. Но многие об одном предмете думают одинаково, а о другом различно. Поэтому присовокупил «соединены в одном духе». Далее многие бывают согласны в образе мыслей, но расходятся в расположении воли. Так, когда мы имеем одну и ту же веру, но не соединены между собой любовью, то хотя мысли мы одинаково, но расходимся в расположении воли. Поэтому сказал «в одном духе прибавил» и в одних мыслях. То есть, чтобы они не разногласили ни относительно веры, ни относительно расположения воли. Ну вот, хотелось бы о любви сделать такое замечание. Часто приходилось быть свидетелями таких случаев, что не успел один подумать, другой уже сказал или сделал. И так удивительно, как так? Я только что об этом думал или я только что об этом молился. Как ты узнал? А вот это и есть та любовь, о которой здесь нам Блаженный Фефилакт говорит. То есть, мы имеем одну и ту же веру, одни и те же мысли. И любовь между собой должна быть. Это непременно в условиях христиан. И Христос говорит «от того узнает о вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И толкователь нам говорит, что и мысли могут быть одна, и вера одна. А если любви между собой нет, ну ничего и нет. Одни слова, и даже мысли, и вера, даже все есть. И вот 13 глава послания к Коринфянам, там как раз о любви говорится, что она не ищет своего, не превозносится и так далее, и так далее. Об этом прям нужно молиться и просить у Бога этой любви к ближним. Потому что мы говорим как? Мы можем говорить, что Бога, которого не видим, любим, а брата, которого видим, ненавидим. Еще вопросы по прочитанному. Ну а разделение сегодня, здесь дальше будет говориться о разделениях, то, что люди стали называться по имени. Но это на прошлом занятии тоже, как бы нам в упрек. Нас называют лапкинцы. Не мы себя называем лапкинцы, а нас называют. А это от зависти, потому что у них нет истинных духовных отцов. Они не могут никого родить духовно, потому что мертвый не может родить живого. Им самим нужно в первую очередь родиться свыше тех, кто так по зависти говорит, клемяна с сектантами, раскольниками и прочими ярлыками. Лапкинцами, златоустовцами одно время называли. В общем, Игнать Тихонович. Так это похвала, а не оскорбление. Если от золотых уст рождается душа, то так и должно быть. А от непонятного бормотания в храме никто и не родится никогда. Будет одно лишь обредоверие и белый магизм. Не евангельская вера, а может быть бабушкина вера. Бесовская вера, вера в душе, которая хуже бесовской. Бесы веруют и трепещут. А тут человек верит и не трепещет. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, написано. 1 Коринфянам 1.11 Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Толкование. Чтобы не стали запираться, приводят свидетелей. А чтобы не показалось, будто выдумывает их, называет их, говоря, от домашних хлоиных. Был дом в Коринфе, называвшийся хлоиным. Называет их еще братьями, ибо хотя грех их был явный, но ничто не препятствовало называть их братьями. Впрочем, не сказал, кто именно известил его, но указал на весь дом вообще, чтобы не вооружить их против известивших. Открывая слышанное от других, употребляет более мягкое выражение – споры. Но когда говорит от своего лица, то называет то же самое разделениями, что гораздо хуже споров. Пожалуйста, вопросы по прочитанному. Вот, то есть Павлу донесли, что вот такие разделения. У нас там был один брат потеряя, когда что-нибудь про него еще не говорили. Он говорит, а кто настучал? А здесь Павел говорит, вот, домашние хлоины сказали. Но он тоже мудро так сказал, не конкретно фамилию, имя называет, а вот дома. Там пани разбились, кто сказал, чтобы их тоже не подвергнуть ударам от тех, которые разделяли. А разделение это было весьма-весьма неугодно Богу. В чем дальше мы сейчас узнаем. Первый кориффинам 1.12. Впрочем, Коринфяне не говорили так, но апостол дает такой оборот речи, желая показать, что если непростительно называться Павловыми и Кифинами, то тем более от имен других. Я Кифин. А Петре упомянул после себя не для того, чтобы себя возвысить, но оказывая ему большее предпочтение, подобно как о Христе упомянул после. Вообще в делах, которых не должно быть, упоминает прежде о своем лице. А я Христов. Не за то укоряет, что говорят, а я Христов. Но за то, что не все так говорят. Или лучше присовокупил это от себя, желая сделать обличение более сильным и показать, что в таком случае и Христос усвояется одной части, хотя кориффини и не делали этого. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Толкование. Зачем разделили вы Христа? Зачем расторгли тело Его? Речь, исполненная гнева. Некоторые же слова, разве разделился Христос, понимали так. Разве Христос разделил церковь с людьми и одну часть взял себе, а другую отдал им? Этим опровергает неразумное поведение их и упоминает о своем имени, дабы не подумали, будто он упоминал об именах других по зависти. Не сказал же, разве Павел сотворил или привел вас из небытия в бытие, но, что гораздо более, показывая неизреченное человеколюбие Христово, говорит о кресте. Не сказал также, разве Павел умер, но распялся, указывая тем на мнимую бесчестность смерти. «И я, — говорит, — крестил многих, но во имя Христова, говорит о крещении, потому что причиной разделения было и то, что называли себя по именам крестивших, но не в том дело, кто крестил, а в том, в чье имя крестит, ибо Христос отпускает грехи, а не тот, кто крестит». Вопросы? Ну вот на сегодняшний день кто знает вот этих вот сегодняшних современных кифов, кифиных, аполосов во имя человека, чтобы были приходы православные? Я сейчас не говорю о сектантах, а я говорю о разделении внутри церкви, как у коринфян было. Кто-нибудь знает такие примеры? Да вот даже разделение церквей, там, папство, католическое, такая православное, это уже из этой темы все, разделение. Да, то есть папа человек, наместник Бога, который почему-то решили, что он безгрешный, что он наместник Христа. Вот яркий пример сегодняшнего разделения до сих пор. Вот, и никак с этим не могут победить. А вот если убрать даже католичество, еще уже... Можно сказать? Да, конечно. Я думаю, что вот из прихожан есть, вот как люди, да, вот я, например, к батюшке Владимиру, или я к батюшке Анатолию, и вот он хорошо говорит, вот он мне это греет душу, и вот это тоже разделение считается, наверное, вот таким случаем, да? Ну да, об этом мы говорили. Почему они разделялись? Почему такое было? Вот я Павлов, я Кифин. То есть к человеку прилеплялись, а не ко Христу. И сегодня действительно хорошее замечание. Батюшка такой... такой идол. Батюшка сказал, батюшка сказал, а что Христос сказал, совершенно в Библию не заглядывают и не сверяются. Этот батюшка лепит такого, как говорится, петуха в проповедях совершенно не соответствует Слову Божию. И люди верят ему в неверении, во тьме народ держат. И им выгодно, что на непонятном языке богослужения проповеди такие простенькие-то. Чем больше народ во тьме, тем больше он чаще исповедуется, чаще причащается, чаще жертвует. И все нормально, всех все устраивает. Люди живут во грехах, священники питаются грехами народа, об этом и Писание говорит. Что значит грехами народа? Всего человеку стыдно, совесть его обличает. И он идет на исповедь, кается, грехи свои сдают, как бутылки грязные, или как в грязной посудине взболтал все эти грехи, выплеснуть, ничего не выплеснул, и до следующей исповеди они опять медленно-медленно оседают, никуда ничего не девается, то есть человек от грехов не избавляется, не перестает их совершать. И опять к этому батюшку, батюшка, опять ему, что выбрали себе учителей по своим прихотям, которые в стиле слуху, они им все грехать разрешают, ничего, ничего, пожалуйста, там, это вот экономия у нас, все, сейчас это вот, сейчас мы немощные, сейчас жизнь такая, вторые и третьи браки при живых женах, это вот мы немощные, это раньше там, все там, что там было, вот, развод, да пожалуйста, ничего страшного, то есть института семьи нету подорванного, то есть прелюбодеи и прелюбодейцы их Христос назвал, не зря он так и сравнил, с предателями. Если ты жену предал, оставил ее, то как ты можешь быть Христу верным? еще раз надо, еще раз надо, подачи, подачи он успокоится. Кантом чтецы и миряне, вот, все чинно и благопристойно. И нет ни споров, ни распро, ни зависти, так это в идеале. Так, спрашивают, выбило? Да, ненадолго тебя выбило, секунд на 15. Я даже не заметил. Да, у меня тоже было такое. Ну, вот разделение еще можно по разделениям тоже, никоньяни, да, старобряцы, к примеру, вот тоже разделение, ну, ну, ни на чем, вот если так взять, до кого безумия надо было дойти, чтобы действительно, я говорю про простых, вот, людей, не про истинную причину раскола, там, да, это же понятно, не в двух перстах, не в трех перстах, как дело, было в расколе, но для людей простых, то и это было в этом дело, для многих, и если люди до смерти доходили, одни гнали других, а другие готовы были умирать, то чего уж говорить, вот апостол Павел говорит про принадлежность к людям, там, я Аполлцев, я Павлов, а тут принадлежность не к людям, а просто к какому-то, к перстам каким-то, это уж вообще безумие не человеческое, дьявольское просто, вот так, если подумать, да, как нас дьявол до чего довел, ну, настолько, и, видимо, причина действительно, то, что, если авторитет Священного Писания, Слово Божие от тебя уходит, то дьявол может скрутить на чем угодно, просто, если нету, не с чем тебя, нечего тебя объединить, нечем, Христос уже не объединяет, не объединяет, не объединил он старобрядцев с этим, нету объединения в этом, то есть, пальцы какие-то разделяют, глупость. Вот, ну, а глубже-то копать, потому что, если бы верили Слову Божию, да разве бы они обратили внимание на эти пальцы, почему в потеряевке никто на эти пальцы внимания не обращает в одном храме и те, и другие молятся. Потому что объединяет Слово Божие, любовь к Слову Божию, вместе сидят на занятиях, а одни и те же книги читают. И коли церковь хватило у нее мудрости позднее признать эти персты равноспасительными, также вот здесь у апостола Павла хватает мудрости примирить вот этих Павловых, Кифиных, Аполосовых, как? Направить их ко Христу, он глава церкви, все, у нас один глава, вот, ему мы все подчиняемся, а остальные могут быть там учителя, епископы, надзиратели, вот, запас твой, это уже другой вопрос. Идем дальше. Первое, Карифинам 1,14. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гайя. Толкование. Для чего, говорят, гордитесь вы тем, что крестите, когда я благодарю Бога за то, что не крестил. Так говорит, не для того, чтобы уменьшить важность крещения, но для того, чтобы обуздать Коринфян, хваставшихся крещением, ибо крещение есть дело важное, а крестить не важное. Первое, Коринфянам 1,15. «Дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя». Толкование. Говорю, это не потому, чтобы в самом деле так было, но из опасения, чтобы болезнь не достигла до такой степени, ибо если при совершении крещения людьми незначительными произошло разделение, то если бы крестил я, проповедовавший крещение, некоторые, конечно, согласились бы приписать крещение мне. Вопросы? Но опять же сегодня вернемся в храм Московской Патриархии. Некоторые крестят детей, да и сами крестят, даже имя батюшки не знают. Колесное христианство. Приехали ребенка на коляске покрестили, второй раз привезли на Кадиллаке, обвенчали, и третий раз привезли на Катафалке и отпели. Вот и все. Крещеный, спасенный, а спасенный ли, если жил во грехах, Бога не знал. 1 Кориффиеном 1.17 Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Толкование Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души, ибо переубедить человека и склонить его от отеческих преданий и притом среди опасности ездило великой и мужественной души. А приготовленного к крещению принять и окрестить мог всякий, кто только имел священство. Но если он не был послан крестить, то как же крестил? Он не был послан для этого преимущественно, но ему не воспрещено было и крестить. Он послан был для дела важнейшего, однако ему не воспрещено было исполнять и менее важное. Не сложив высокомерие гордившихся крещением, переходит теперь к надмивавшимся внешнею мудростью и говорит «Христос послал меня благовествовать не в премудрости слова, то есть не с красноречием и изящным словом, чтобы крест или проповедь о кресте не потерпела вреда и унижения, ибо это значит, чтобы не упразднить, то есть да не окажется бесполезным и тщетным. В самом деле, если бы апостолы проповедовали с мудростью слова, то иные могли бы сказать, что они убеждали силой слова, а не силой проповедуемого, а это было бы унижением и вредом для распятого. Но теперь проповедуя с простотой они показывают, что все совершает сила распятого. Упраздняется крест и другим образом. Например, меня спрашивает Эллин о чем-нибудь божественном, превышающем наше разумение. Если я буду доказывать ему посредством умозаключений и внешней мудрости, то окажусь слабым, ибо никакой ум не может представить предметов божественных. Таким образом, моя слабость покажется слабостью проповеди, а этим упразднится самый крест, потому что окажется суетным и тщетным. Комментарий Игнатия Алапкина. Поиск достойной кандидатуры на должность пастыря дело весьма непростое. Сегодня ищут в кандидатах музыкальные способности и все что угодно. но только неспособности нести слово Божие в народ. Но проповедь с первых дней образования церкви была направлена на сокрушение дьявольских твердынь язычества и на построение храма Христу. Какими талантами обладали апостолы? Дух святой в огненных языках в первые же минуты проявился в них через благовестие. Благовествование гораздо труднее и требовало особенно твердой души. Сегодня священники многое умеют делать. Знают трудности какие предстоят им чтобы совершать правильные богослужения в горечном круге. Но благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. А благовестию не уделяется никакого внимания вообще. А если кто-то и говорит то таким холодом незнание Библии повеет что только и скажешь не введи нас Господи во искушение. Тому кто думает быть водителем святых предлежит великий труд. Благовествование гораздо труднее и требует особенно твердой души. Вопросы если есть пожалуйста. Пример можно привести? Можно. У меня один знакомый вышел православный но с детства был в православии воспитан но как говорится мир затянул а в дальнейшем обратился ну и начал там читать православные книги все толкование Библию видимо и у него вопрос много появилось он где-то пошел по православным храмам здесь в Барнауле к священникам начал вопросы задавать различные но он не с подковыркой а вот именно что как его интересует что он там читал историю церкви вот а у них видят что он человек обеспеченный священник это один из первых вопросов сразу типа денег дашь на строительство чего-то там не нужно а он говорит мне это так уже надоело к какому не подойду священнику сразу начинает задавать вопрос о деньгах и так опротивило что даже церковь не охота ходить и целовать их пухленькие ручки вот так человеческая душа отвращается то есть не ищет божественного а ищет своего земного здесь лучше бы как бы человеческую душу привлек церкви к Христу а потом уже дальнейшем может быть человек сам бы по расположению сердца помог бы ему вот такой пример горький к сожалению да две великие язвы у церкви трусость священников и корысть корысть и трусость о чем Игнать Тихонович не пристанно повторять конечно они этого ему никогда не простят но это факт да Слава да что говорить то вот да в рулетке мы сколько наверное если с кем ты начинаешь общаться человек 50 из них общаешься из них 40 если речь заисходит о церкви обязательно будет говорить о том что ну вот именно священство о том что там на дорогих машинах ездит богатство все за деньги это действительно препятствие и соблазн который подается да и выводов то никаких не сделали ведь революция это когда изымали церковные ценности под предлогом помощи голодающим это было все ложь и обман никакой помощи голодающим не было просто грабили церковь а если бы до этого раздали добровольно нищим и сами бы помогали бы ничего бы этого не было бог не мог терпеть этих коростолюбивых попов и вот как говорится за что боролись на то и напоролись сами грабили народ грехами народа питались а вот теперь народ восстал сам на них и сам же их стал живьем закапывать в ямы кто-то говорит они мученики но а может быть это бич господень за то что забыли бога и слово его поэтому тут сложно судить кого-то да заставляли отречь от Христа они не признаны они конечно мученики вот а кто-то предал церковь то есть стали на сторону властей стали сотрудничать предательская декларация митрополита Сергия тому свидетельство и до сих пор покаяния в этом нет наши радости ваши радости ваши беды наши беды запятая безбожная сатанинская власть это и есть самое настоящее предательство прелюбодеи и прелюбодейцы дружба с миром есть вражда против Бога дружба с государством есть вражда против Бога прочти и ужаснись не надо с Богом воевать невозможно служить Богу и мамоне ибо одного будешь любить а другого ненавидеть поэтому они ненавидят понятный русский язык ненавидят грамотных прихожан ненавидят когда каноны хотят честно искренне жить это им противно нерожденный свыше мирской человек он дружит с миром и говорят по-мирски и народ слушает их потому что им это нравится еще раз говорю выбрали себе утичителей которые стили бы слуху грешишь да ничего страшного Бог милостью ты главное чаще исповедуйся чаще этот грешок называй а то что нужно его оставить и перестать да Бог милостив простит такая политика партии ЦК КПСС она и внедрилась это самое настоящее предательство из вас самих вас станут лютые волки не щадящие стадо то есть не просто волки а бешеные ну и вот опять пошли комментарии про батюшек которые пухлые ручки дают другие манжеты дают дорогие машины не стоит на это засматриваться и мы приходим в рам Богу молиться вот и этого священника пухленького тоже нужно набраться силы и любить ему тоже перед Богом отвечать с любовью где-то ему сказать может быть нужно как-то не всегда они слушают написано кто поверил слышен от нас вот и первое корейфинам 1.18 ибо слово о кресте для погибающих ее родство есть а для нас спасаемых сила Божия толкование были в коринфе неверные которые подвергали кресто смеянию и говорили подлинно глупо проповедовать Бога распятого ибо если бы он был Бог то не позволил бы распять себя а поскольку он не мог избежать смерти то как мог восстать из мертвых верные кажется противостояли им своей мудростью негодуя что те злословили крест поэтому и говорит не почитайте это странным ибо данное Богом для спасения кажется безумием для погибающих словом о кресте называют проповедь о кресте или христе распятом для нас говорит не погибших но спасаемых оно есть сила Божия но крест показывает и премудрость силу он показывает в том что смертью разрушил смерть ибо если побеждает падший то это знак величайшей силы а премудрость в том что таким именно образом спас погибавших да казалось бы нужно было удивляться как восстал из мертвых уже казалось бы все поносная смерть и тут такое воскресенье в такой славе а не видишь чего вы думали да если он себя от смерти не мог спасти то как он воскресил себя из мертвых они это считали безумием потому что у них мысли заканчиваются только в этой временной жизни плотской земной все дальше они не верят в то что дальше жизнь продолжается им главное здесь и сейчас продолжать наслаждаться ихними грехами они не могут они рабы греха и они хотят этому господину дьяволу служить вечно тоже не умирая никто не хочет умирать ни злодей ни праведник хотя праведник Павел говорит я желаю разрешиться и быть со Христом и эту жизнь посчитаю засор но ради вас избранных я еще готов продолжить это земное странствование чтобы души обратить давай братец Владимир обратить внимание на то что написано а для вас спасаемых какое окончание дается то есть не спасенных это для протестантов еще одно доказательство это место писания а спасаемых находящихся в пути спасения царства небесного дополнение да да выше я говорил со страхом и трепетом совершайте свое спасение то есть раз это написано а что бояться если я уже спасенный как они верят бояться не надо вот поэтому они и греха и не боятся а православная церковь учит держи свой ум в ааде и вовек не согрешишь то есть думая что в любой день ты предстанешь как будто ты живешь этот день последний что ты после себя оставишь готов ли ты предстать на суд Христов от всех ли ты грехов избавился и еще один вот этот если с сектантами придется вот этот стих говорить о котором брат упомянул многие потерпели кораблекрушение вере написано то есть они уверовали они встали на путь спасения поплыли на этом корабле царство небесное и корабль ихний не общий который ковчег прообразовал церковь божию дал трещину а ихний корабль то есть они с этого церковного корабля на свой ум перешли и стали решили спасаться своим умом а не умом учителей церкви и по своей уме по самости они потерпели кораблекрушение в вере вот и стали на сторону вот этих вот мудрецов в кавычках которые считали проповедь о Христе безуми у нас вообще не были такие падения что человек верил искренне верил и все потом приходит и говорит дьявола нет самая большая победа дьявола доказать что его нет а раз его нет значит бояться греха не нужно значит мысли греховные боятся не нужно ведь дьявол нам навеивает мысли волю нашу направляет в греховное русло а если его нет и мы верим что его нет ну мы по богу лжец тогда получается представляют бога лживо совершенно верно вот никого он там с неба не сбрасывал архангел Михаил ни с кем не не это треть ангелов она сюда и и кто ходит как рыкающий лев ища кого поглотить этого нет а он тебя уже давно поглотил и убедил тебя что он тебя никто тебя не проглатывал и ты во грехе неверия живешь варишься варишься эти мысли все 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 и опять к этой мудрости философия это вот сестра которая потерпела краблившей верой она увлекалась как раз вот этими вот философия описание нас предупреждает чуждыми учениями не увлекайтесь они уводят от бога и вот эти мудрецы о которых вот дальше апостол говорит что погублю мудрость мудрецов разом разумных отверну то есть они своим умом хотели познать бога ничего у них не вышло своими собственными силами хотели построить рай на земле это коммунизм самый настоящий в то время был вот от каждого по способностям каждому по потребности 1 корейханам 1.19 ибо написано погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну толкование сказав что неверные мудрецы погибают подтверждает это писание ибо оно говорит мудрость мудрецов его погибнет Исайя 29.14 разумеется внешник то есть в премудрости мира сего нет разума это уже не премудрость и отвернуто разумение тех которые почитают себя разумными и знатоками вот 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 хочется подчеркнуть вот на эти слова то есть вот это отвергнуто разумение тех которые почитают себя разумными и знатоками вот против вот этого вот места чтобы не почитать себя разумными знатоками вот которая вот эта своя воля своей мудрее самость эту бог отвергает какая заповедь блаженства говорит об этом кто вспомнил их 9 заповедей блаженства блаженны нищие духом совершенно верно садись 5 блаженны нищие духом я раньше недопонимал это место я думал ну как блаженны высоко духовные люди у которых дух такой вот мужественные люди высоко духовные а тут как-то нищие какая-то нестыковка непонятка когда прочитал толкование это как раз говорится что люди счастливы блаженны те которые считают себя нищими духом то есть по-другому сказать чем больше я познаю библию тем больше я узнаю что я ничего не знаю то есть бога познать невозможно ты смиряешься перед богом и тогда бог тебя дает разумение а когда ты говоришь я все знаю что ты меня учишь и все и господь тогда говорит и даже то что думал иметь и ты у тебя господь отнимет это давай так матфея 5 глава 2 3 стих и он отверзший уста свои учил и говоря блаженны нищие духом ибо их есть царство небесное толкование народ приступает для чудес а ученики для наставлений посему после совершения чудес и исцеления тел врачу и души дабы мы знали что он есть творец и душ и телес он учил и не отверзая уст то есть своей жизни и чудесами а теперь учит отверзший уста учил не одних учеников но и народ а начал с блаженств так как и давить начал с блаженства псалом 1 1 стих прежде всего выставляет смирение как бы основание так как адам пал от гордости возмечтав быть богом то христос восставляет нас посредством смирения нищий духом суть душевно чувствующие свое недостоинство спаси христос вот да больше всего дьявол ненавидит это смирение когда человек чувствует свое недостоинство ему хочется подкусить сделать зло обидеть вот он ждет в ответ такого же зла человек кротко и смиренно это я тебя люблю ты мне дорог ты пройдет время и ты вспомнишь мои слова и он посрамленный уходит или там он тебя обзывает там да ты такой-то такой-то сякой-то там да я такой-то вот житие не помню никого то есть братья решили над ним потрунить и говорит ты блудник он да было время по молодости я когда-то смотрел на женщину с вожделением а ты вор там да было когда-то желал я вот чужого но они видят что никак вот он все не могут его вывести из себя он говорит ты еретик а он до этого плакал сокрушался да вы правы братья я действительно такой грешный недостойный мне нужно каяться в этих грехах а когда ему сказали ты еретик тут он выпрямился вытер слезы никогда я еретиком не был и не буду потому что есть это добровольное искажение ума а те грехи там воровство блуд мы не по своей воле а по желанию по наущению дьявола поддаемся его уловкам желания плоти так скажем а ересь это уже изъявление свободной воли то есть склонение возвращение писания добра я хотел немножко все дополнить дело в том что в первую очередь тут и идет речь видимо о твоей совести почему ты сегодня недостоин этого чувствуешь то есть не кто-то тебе что-то говорит и это тоже конечно надо для нашего смирения а именно когда ты сам осознаешь что ты недостоин тех благ которые Господь тебе дал те талантов вообще недостоин того что тебе Господь наделил дал веру вот такую то есть избрал тебя очистил убелил крещение то есть недостоин ты всего этого ты это осознаешь и вот из любви к Богу из любви к ближним ты начинаешь помогать делать то есть чувство свое вот это недостоинство перед Богом ну и вообще смотришь даже в сравнении с какими-то там братьями кто какую ревность имеет или какой талант а у тебя этого нету если даже она есть ты просто его не развиваешь как надо и вот это чувство недостоинства всегда внутри тебя то есть она никогда не даст тебе подняться или возгордиться над ближними своими чем-то все закончил но вот слово подняться и возгордиться если это синонимы тогда понятно а если антонимы то вот как раз чувство недостоинства и должно тебя поднимать вот над своим вот этим недостоинством то есть по пути совершенствования и роста духовного а то чтобы не возгордиться здесь согласен с тобой а то что вот я грешный супергрешный недостоин и мне Господь так мало талантов дал поэтому я только собак буду дрессировать и больше чем не заниматься и больше мне ничего неинтересно это конечно неправильно таланты брат я как раз говорю о том что чувство своей недостоинства что я не развиваю дальше то есть от меня это все зависит Господь каждого наделяет не меру и дает Духа Святого то есть ты можешь привлечь себе благодать как Серафим Саровский говорил что стяжайте Духа Святого и именно когда ты ощущаешь себя духовно нищим тогда Господь дает когда ты говоришь а я все знаю я все умею мне ничего не надо я спасенный не дай Бог или я лучше чем этот мытый тогда вот уже и правильно первое коринфянам 1.20 где мудрец где книжник где совопросник века сего не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие толкование приветствие свидетельство из писания доказывает потом мысль свою отдел и обличает как эллинов словами где мудрец то есть философ так и иудеев словами где книжник а совопросниками назвал тех которые все основывают на умозаключениях и исследованиях никто из них не спас нас но вывели нас из заблуждения рыбари выражение не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие стоит вместо показал что она безумна потому что не могла найти истину сколько бы мудрецы философы не мудрова и своим без знания священного писания до истины до познания Бога они не дойдут никогда брат то есть мы давай я вчера фильм немножко недосмотрел который Вячеслав попросил это посоветовал посмотреть Христос под следствием как раз об этом человеке который один из главных героев вот здесь от слова подходит который все основывает на умозаключениях и исследованиях то есть он решил опровергнуть воскресение Христа именно своими умозаключениями чтоб жену обратно в неверие привести в атеизм все ну вот о чем я говорил выше о любви только я хотел вот это вот сказать ты как вот мои мысли прочитал тоже я об этот хотел сказать вот это вот и любовь она и называется единомыслие единодушие и первое коринфянам 1 21 ибо когда мир своею мудростью не познал бога в премудрости божией то благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих толкование приводит причину почему внешняя мудрость обратилась в безумие поскольку в премудрости обнаруживающиеся в тварях ибо небо и земля и вся тварь проповедует о творце смотри псалом 18 2 давайте посмотрим по сегодняшней технике это не так сложно небеса проповедуют славу божию и о делах рук его вещает твердь вот есть на эту тему такое изречение не знаю чьё оно только безумец у гроба покойного и подзвездным небом может утверждать что бога нет звездное небо саму проповедует слава божию миллиарды галактик так как все это могло самообразоваться то есть великий творец его премудрость небесная как все это все законы тяготения протяжения земли спутники все это стройно так летает никто ничего ни с кем не планеты не не стыкуются они не врезаются в друг друга кто-то же эти законы все придумывал и вот физики они все стараются своим умом познать а не не получается у них римлянам 1.20 хотя очень много ученых верующих было им бог давал открытие делать на благо римлянам 1.20 ибо невидимая его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так что они безответны безответны это язычники которым слово божие не было проповедано но они могли увидеть вот это бога невидимого через что через видимое рассматривание творения если есть творение если есть луна если есть юпитер сатурн крокодил кит кошелок то есть и творец человек такое создание уникальное два глаза две ноздри два уха один нос кто так мудро мог сотворить обезьяна родила да не не жизнь не поверю хотя было время верил так учили в школе попробуй не поверь двойку вляпает так еще раз значит поскольку в премудрости обнаруживаешься обнаруживающиеся в тварях ибо небо и земля и вся тварь проповедует о творце это мы места прочитали мир то есть помышляющий о мирском о земном не познал бога в скобках очевидно потому что в этом препятствовала ему мудрость какую видели в красноречии то благоугодно было богу спасти верующих простотой проповеди которая только казалась безумием а не была таковой действительно итак эллины имели своим учителям премудрость божию то есть усматриваемую в тварях но не познали бога потому что вводились мудростью состоящей в красноречии которая не есть мудрость вот бойко рассказывает как он там сидел и приводили вот эти лекторов этих атеистов мудрецов мирских которые доказывали что бога нет но так его посрамил ну прямо минут пять зал полный был зал битком заключенных просто гоготали и не могли успокоиться кто знает эту историю можете рассказать как раз в тему час прошел у нас Игнарь Тихонович напомните вот эту историю когда лектор пришел атеист и вот своей мудростью хотел доказать что бога нет потому что его Гагарин как говорится в космос летал бога не видал он ответил так говорит а ему в программу это и не было записано бога искать одной фразой доказал что Гагарин ни при чем тут больше ничего и не было но он говорит раз его никто не видел значит его нет нет это рассказывает будто бой на Яценевске беседовал со Сталиным а видались или нет но ему говорит что сколько разрезал трупов и прочее душ увидели хоть раз человек нет а вы как предполагаете вот если вы умрете вас будут препарировать то ум и совесть найдут у вас нет судя по этому у вас ее и нету тогда это как судили там одного а он с бородой борода черная судя ваша совесть у верующих вот такая же как ваша борода черная он говорит гражданин судя если по бороде судить то у вас ее совести совсем нету я еще хотел добавить по теме вот интересно что физики вот они сколько чем больше изучают природу и вообще физические свойства все тем они больше указывают на бога вот если смотреть открытие там последние да вот сделали открытие там внутри атома химического внутри химических элементов внутри атомов и оказывается там есть такие константы так называемой тонкой настройкой вселенной они обнаружились к примеру вот все внутри частицы в ядро внутри есть частицы которые как бы как притяжением связывают между собой и оказалось что это значение там 0 0 0 0 7 но если бы посчитали если бы это значение было там 0 0 0 0 6 то вселенной жизнь была невозможна был бы один водород то есть как кто-то невероятно тонко настроил всю вселенную то что она живет или там к примеру если бы масса электронная была бы там больше чуть-чуть прям раз вот немножко то все тогда бы в мире не было бы никаких атомов никаких химических реакций кто-то и вот чем больше это изучаешь если человек верующий то для него это больше только открывается творец насколько он все создал хорошо как он сказал и вот весьма хорошо и везде так и в биологии и вообще все что ни возьми а если человек неверующий то у него все извращено он все переворачивает хоть куда и вы ему даже это не убедишь интересно делали Таткачев рассказывал делали исследования среди ученых среди кого больше всего верующих оказалось среди математиков вроде как должно оборудовать а биологу всех меньше ну там разница в 4 процента где-то 45 процентов в общем верующих ничего у них не сойдется это не не сходится вот Сергей Евтушенко говорит что это плохие аргументы это не плохие они ничего не объясняют и ничего не они просто показывают то что имеются то есть философы это не могут объяснить они объясняют что существует миллион миллиарды всяких вселенных и вот в одной из вселенной нашей выпало такое количество констант и поэтому оно так вот и все объяснение то есть бесконечно то есть можно его объяснять так час прошел давайте ваши вопросы пожалуйста Вячеслав Ткачев пожалуйста потише входите если опаздываете или что-то сказать хочется да он наверное выключает и ты одновременно и в итоге включается наверное да Игнать Тихнович вот в Библии книга Тавита там есть вот этот момент такой когда чтобы злого духа изгнать ангел сказал ему взять поймать рыбу и покодить курение сделать из печени и сердца рыбы это о чем-то вообще говорит что-то нам это указывает или нет для чего-то нам сказано или это не надо как-то на это смотреть по-другому да никак надо смотреть Господь увязывает все что в природе есть видимо и невидимом мире этого достаточно ты прочитал увидел но не надо думать что я теперь если что-то заболел или демоны появились я сейчас рыбу поймаю печенью начну ходить подражания никакого нету просто напоминает как было событие и притом можешь верить можешь нет на чудесах не на этих не настаивает автор книги а в духовное как-то переводится в духовное как нету нигде я однажды интересовался третья книга езры там перечисляет дни перья эти какие когда за кем какие правители будут толкования нигде нету и наконец нашел толкование не святых отцов но так православное издание оказывается все это прошлом а раз прошло меня это уже не интересует интересует более близкое что узнать каким путем пришли к этому меня интересовали люди окружения я медленно добираясь до этого у Адольфа и Гитлера какие были и кто помог ему все в стране перестроить шахт фамилия его шахт такой финансист был и дальше показывает учился он в шести университетах я вот на это хотел обратить внимание и когда Гитлер надумал нападать на этот на Советский Союз он вышел из правительства и от министерства ушел сказал это роковая ошибка вы посмотрите на пространство на богатство и проще давайте перечислим на Урал приезжали немецкие инженеры перед войной и сказали сколько выпускает танков там на Урале один завод у нас всей страны промышленность выпускает меньше вот и все я вот увидел это один раз доказывать еще не надо мне интерес этот спал его судили да судили а потом оправдали шахта этого со скамьи подсудился года два прошло его снова арестовали и теперь он отбывать начал срок но за него многие ходатайствовали банкиры миры его освободились он никак не участвовал а возрождение страны он участвовал а зачем я это рассказываю тем что меня это больше интересует а это печень вот он там лежал глаза открыты воробьи спустили теплое теплое спустили ему на глаза и он ослеп интересно если фильм показать все ну я не видел еще фильма про Тавита и потому что это не каноническая книга там первая глава восьмой стих один стоит целых книг так что меня это не интересует ты вот когда толкует сколько должен сто пиши восемьдесят там литров а ты сколько столько Иоанн Златоуз говорит это говорится для состава притча не для того чтобы толковать а что такое восемьдесят это просто для примера сказано никак никогда никто не толковал а то ведь как у Лескова там описывает он когда крепостное право отменили а мужик из города вернулся и говорит а я знаю это все мне открыто толкование апокалипсиса знаю но его приходят спрашивают вот у меня два сына и дочь сколько мне участок дадут он так говорит усчитывая то какой возраст значит тебе три гектара дадут он согласно откровение всем толковал но тоже в насмешку нам это не надо да интересное событие если бы это поставили ну было бы интересно мы же считаем в житиях святых два дважды у разных людей это повторяется вот как было Евстафь и Плакидо жена его двое сыновей он поехал где-то на корабле а жена красивая корабельщик его на корабль запустил а его матросам сказал не пускайте и с ней отплыл и он остался на берегу с двумя детьми когда он пошел а что он сделает и через реку стал переходить одного ребенка перенес ну не плыть так видимо по пояс обратно стал возвращаться и когда на берегу стоял посредине реки с одной стороны волк подскочил схватил ребенка которого он хотел перенести и которого перенес медведь а там люди были на пашне там побежали никто не достал и он остался утопая в слезах посреди реки да здорово конечно ну и вот проходит какое время а он то все потерял жены нету ее этот корабельщик взял что он все там делает эти не знают а эти в разных местах оказались а потом поступили на военную службу такой рассказ и они когда-то друг с другом разговорились уже военные молодые может быть оба лейтенанты а он за забором отец истапи плакида и он расслышал их разговор и он понял тогда они помнили только что лев а отец наш там был что два сына у него таким удивительным разговором сошлись и обнаружилась и жена жена где-то там была потому что корабельщик внезапно умер он к ней не прикоснулся и как семья воссоединилась да интересно хороший режиссер поставил бы сколько тут можно тем более он был военачальник плакида плакида и он к богу-то не приходило был хороший человек ты гнался за оленем олень скачал на скалу он когда хотел стрелять его он оторвался от своих телохранителей один-то и у него засиял крест между рогами олень заговорил с человеческим голосом и обратился вот к богу ну а дальше это уже император узнал и что было да Дмитрий Ростовский может быть откуда-то взял это может быть откровение ему было но рассказ очень интересное на это обращал внимание подражать никак нельзя подражать чудо чудо достойно удивления так вот Игнать 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 вообще в книге Тавита она вообще такая отличается от всех там демон полюбил женщину и потом его изгнали и он убежал написано в Верхний Египет и там его связал ангел нигде такого в Библии больше не читаешь даже подобного а в житиях святых есть ли когда демон полюбил человека такого такое встречается кажется не раз даже какие беды были через это почему там более пространно здесь это все-таки книга библейская как он ее полюбил что это означает откуда этот вывод сделали что сыны Божии стали входить к дочерям человеческим толкования там много книга Еноха подтверждает а надо знать это что означает сыновья хама там сима Божьи и дочери человеческие ну перед ноем это было у меня вопрос с Игнать Тихонович да а вот скажите как относиться новый закон вышел по поводу изъятия органов ну мне написала московская подожди секунду врач из Москвы что говорит ну вот мы изымаем органы мы спасаем столько жизни а у человека не спрашивают даже то есть он не давал своего согласия на это изъятие ну и родственники не давали то есть как к этому относиться правильно это неправильно ну свобода это человеку до НАТО он как есть вот я например когда уезжали в поездку Виктор Андреевич помог мне завещание сделал перевели на английский немецкий французский все это специалисты делали и он у меня сейчас оно лежит с собой я завещал не делать мне переливание крови если что-то дорогой случится если я умру ничего от моих органов не брать это мое завещание и все я не хочу и так же делать советую каждому кто не хочет это я не хочу чтобы даже домашние мои меня обмывали я наказал меня не обмывать похоронить меня в моих стоптанных сапогах в которых я много благовествовал на грудь положить заламинированный новый завет мелкой псалтырию и на кресте чтобы все время висела Евангелие новый завет заламинированный чтобы не замокло и написать берите кто бесплатно то есть я хочу если кто меня раскопает оттуда проповедовать и кто на могилу придет Евангелие нет чтобы мог взять сделать чтобы там не попал снег этот дождь или что-то там обдумает Сергей Павлович знает это он тоже кажется говорил меня тоже так похороните а где вы взяли это и в страте и житья святых я же на них составлял симфонию и он об этом сказал гроб мой чтобы не обивать обыкновенные доски какие чтоб только не развалились нас несколько раз проверили действительно я умер или нет ну конечно голову не отрезать бывает зеркало подносит чтобы живого не закопали потому что такие случаи были говорят когда перед захоронением на новодевичьем кладбище было Николая Васильевича Гоголя и скрыли гроб он там лежал лицом вниз так вот Игнать Тихонович вы говорили что у Ездры нет никаких косяков действительно так а у Ниеми и зарвавили что какие-то косяки есть да я не говорил что есть но дело в том что что он сделал никто этого не сделал а нам он особенно дорог тем что собрал книги Ветхого Завета воедино вот даже перечисляя по пальцам кто делал вывел народ из плена благодаря близкому знакомству с тамошним императором это мало они с Ниеми конечно делали дальше книги собирал один они возвратились возвратились нагруженные дарами сумел от иноплеменников избавиться построить стены ну и строительство храмов у него положено было вот и кроме того удивительное дело они произвели развод во всем народе потому что семя Израиля семя святое перемешалось в связищество жены были финикиянки филистимлянки и сыновья их наполовину говорили по-иудейски наполовину это то есть картавили и они решили освободить народ ну сделать чистопородными как Генри Гиммлер делал это то же самое нацизм и это сделали я представляю как вчера любили друг друга и сегодня они же стояли на улице и там дождь был они мерзли и кто его не слушал нарвал говорит им волосы бороды круто расправлялся с теми кто субботу нарушал они приезжали и там своими обозами телегами машинами стояли под стенами когда откроют чтобы сразу после субботы то он сказал еще раз приедем все отберу и тогда перестали то есть он и в религиозной сфере и в государственной показал себя неукоризненным нигде ни в чем его никто не обвинял Тьезра да Ниеме как бы меньше в этом деле участвовал Игнат Тихонович ну а вот еще поясните по поводу Лениного вопроса то есть сегодня у нас презумпция согласия то есть если бы вы не написали это заявление а среди нас никто такое заявление не написал на согласие то что его органы заберут разберут его на запчасти и в случае там автокатастрофы или еще каких-то там серьезных заболеваний врач решает самовластно не спрося ни родственников ни этого пациента живого его вот эти органы забирают при этом пациента умерщвляют естественно ну вот если бы вы были депутатом или там влияли бы на эти законы вы бы пытались бы поменять этот закон сделать что презумпция не согласия то есть ни в коем случае не забирать думать надо вот я думал у меня с собой она у меня сохранилась я его скопировал в интернете выставил показал и все это печать и минаториальные конторы заверено ко мне не прикасаться приказал наказал как меня везти завернуть в палатки там за коробки с книгами возвращаться домой и где возле мамы мамы могилу потеряю положить тут у нас маленькое несогласие с братом было я говорю я с этой стороны он говорит я тоже с этой хочу ну договорились 101 умрет значит с правой стороны от мамы ну по смыслу то я на 5 лет старше вроде бы мне принадлежит это нет вы чай не пьете я спрашиваю сейчас о самом законе он правильный сегодня то есть то что не спрашивая людей забирают их не органы или неправильный нет это но человек сам о себе не беспокоился еще я буду обсуждать закон закон есть закон я на законы не посягаю я только гляжу как его исполнить не во вред душе и поэтому мы поехали Виктор Николаевич был вот Николай Павлович Кручин мы трое были никто не делал я это сделал правда Виктор Андреевич все расходы взял на себя перевозчиком надо было ну у них стандартное переведенное я закон не касаюсь если надо где-то там кто-то умер берут может быть и надо мне этого не делать не пересаживать ничего без моего согласия против переливания крови я точно так же я против да говори что хотела сказать то есть лучше заранее написать бумагу и как бы во все органы конечно я это сделал и у меня свободно я копии снял вот по немецки все вы меня успели спаси Христос да и просто закона никогда не касаясь вот ну вышел закон яровой что проповедовать нельзя и проверяют мне сразу позвонил сразу же они сегодня приняли и мне сразу же скинул материалы Степаненко Максим я сказать вот какое дело то вы ходите везде и как бы на вас не было а какой выход я еще закон не знал а узнал какой ага должна быть регистрация у меня должен быть документ что я прошел курсы что я буду говорить именно раз православное учение знаю подпись должна быть священника мы сразу 18 человек у нас получили эти свидетельства на одной стороне регистрация отдела юстиции краевого а на другой стороне разрешение и кто подойдет он мне с собой я показал все отошли то есть и закон от которого застанали буквально лазов это яровой меня он нисколько не тронул я понял что закон этот нужен закон нужен я схожу с другой стороны я среди этих людей вот допустим масоны почему они это делают я теперь начинаю исследовать их большой материал выпустил 14 лет занимался этой темой дореволюционной советской зарубежной и выпустил М1-М5 все и теперь с их стороны чего они хотят я простой пример говорю к любому обращаюсь у вас где живете да вот 16 этажей 16 а в подъезде у вас всегда чисто да какой чисто там оправляются и все а бывает что нападают конечно пьяные стущат там то другое бывает там кто-то собак держит собаки лают спать не дают испугались там новогодних хлопков или чего-то ну а хотели чтобы не было чтобы миром ну конечно хотели ну а можно сделать не сделать я говорю есть люди которые хотят сделать а хотели чтобы во всем доме а в доме там 215 что ли квартир ну конечно но это не сделала тем более целая я говорю есть люди которые думают об этом а хотели чтобы на вашей улице везде был порядок ни одного нападения ни одного матеркани не грабили конечно есть люди которые могут сделать это а может хотят сделать чтобы в городе было а потом в стране а потом во всем мире полный порядок чтобы был чтобы все было под контролем так вот масоны этим и занимаются я с их позицией зашел это хорошие люди самые талантливые но учитывая что их подводит все это к антихристу тут уже разговор идет другой но я хочу понять их если они не верят бывает от них кто-то выходит хотя это чревато несчастным случаем вот так я считал вот они отмечают когда человека масоны все масоны в Америке президенты их не пощитил только Фитц-Жеральд Джон Кеннеди один вы знаете его участь и вот здесь они замещают я считаю про этого ну да он когда был жена его я говорит заметила его еще когда он был студентом что он страшно перспективный слово перспективный она вышла замуж Жаклин за него видишь как и масоны это приглашают такого ну там не Ельцина молодые люди там в университете еще и беседуют мы с вами разговариваем вы понимаете что если вы узнаете о чем мы говорим то вы должны дать только согласие хотя вы можете не соглашаться но это чревато печальными последствиями он парень выслушал все да я не согласен да пошли вы он только вышел откуда-то вылетает машина его сразу сбило и задавило игры там нету там очень серьезные люди сидят а папа разрешил членам католической церкви быть масонами не надо этого делать мы христиане я вот тщательно любое событие какое есть исследую и когда мне нужно было после принимать решение там православие я прошел буддизм мусульманство как раз от корки до корки если кто хочет творить волю мою господь говорит тот узнает от себя или я говорю или от отца небесного у тебя на работу приходил иду на работу беру два томика Ленина Владимира Ильича считаю следующее ничего кроме муры там нету это хорошо Владимир Салаухин описывает я ко всему подходил практически исследовал смотрел чтобы можно было рассуждать на эту тему мура такая там беляберда где-то переписывал где-то слышал есть интересные правда рассказы он однажды схлестнулся с каким-то слесарем Васильевым спорил доказывал как без бога Надежда Константиновна говорит он пришел говорит у него язык был черный язык черный вот как он всыплялся в человека обманщик а тебе это нужно знать ну при случае я могу это сказать я не считал так не знаешь вот мы сейчас я с одним человеком как бы работаю и он насчитывает вопросы-ответы ну и что насчитывает ну он самое простое насчитывает и Павлов он начинает читать и П то есть он не знает что Иван Петрович Павлов Пушкин сразу сказал Александр Сергеевич а дальше начинает считать ну можно же Маяковского знать ВВ он так считает правильно считает ВВ но можно сказать Владимир Владимирович он не знает этого я уж не говорю про Бальмонта Бальмонта КД ну КД Константин Дмитриевич понимаете это уровень образования и тебе никогда не помешает это знать вот у нас вот как говорили сейчас о вере и Евгений Евтушенко написал стихотворение «Есть Божий суд» на перстнике разврата и тут это стихотворение я его себе перетащил ну и на музыку Виктор Андрей этот Виктор Николаевич положил и поют его наши ребята тут был Глушков Игорь Сергей Павлович и пели в интернете «Есть Божий суд» просто включите и вы найдете как они вдохновенно поют наши братья «Есть Божий суд» и главный шеф жандармов ну министр внутренних дел Бенкендорф и как он не верив в Бога говорил «Есть Божий суд» нет Божьего суда к этому подошел ну здорово там от парадного крыльца как отогнали мужики шли ну хорошие слова такое вот и наши братья поют вот потом посмотрите «Есть Божий суд» Евтушенко напишите а внизу можете написать в «Освете Библии» как у нас открытым оком на нашем канале он есть появился-то я расскажу из практики практического ознакомления баптисты адвентисты там свидетели Юговы я всю литературу доставал среди них был у них проповедовал из их рук получал литературу и все конспектировал себе а нужно ли вам это мне я скажу ни разу это не помешало беседовать с ними вот сейчас беседовать с мусульманами у меня еще новый вариант появляется беседа с ними они главное бьют что ваша книга Библия переписывалась много раз и поэтому ее испортили а я только сегодня молился и мысль пришла я им говорю мы называемся людьми писания 5 40 47 66 68 аяты писания в 7 веке было это да а на какое писание говорили кроме Библии нет а какая Библия была вот дальше сегодня у меня продолжение началось испорчено или оригинал ни один не ответит а если в 7 веке он Всевышний дал нам эту книгу и говорит по ней живите на испорчено он не мог сказать значит еще в 7 веке она была настоящая а по ней прямо проповедовали Иоанн Златоус и другие и нигде порчи нету то есть легко доказать доказать опираясь на данные из их книги я все размышлял об этом смотрел и нашел этот ход очень сильный я не рассуждаю как Данил Сысоев и притом они понимают он начинает а против я говорю а почему ты топчешься на моей книге священной я твои пальцем не задеваю и он сразу затихает она испорчена была когда и кем он ни один не может ответить а теперь я понял в 7 веке раз нас называют люди Писания а Писание было только одно Библия если она была уже порченная то на нее бы не сделал ссылку основатель вашей религии я его не обидел ничем но показал что Библия не порченная и поэтому Христос воскрес если об этом размышляешь что тебе Бог и мысли такие подавать будет вот так еще паста-то разбредается все молиться надо давайте помолимся поистине достойно прославлять тебя Богородицу всегда блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего ты достойна большей почести чем Херувима и по славе своей не сравненно выше Серафимов ты без нарушения чистоты родила Бога слово как истинно Богородицу мы тебя величаем пускай помолится сегодня Татьяна я прошу помолиться обо мне я завтра ложусь в больницу 17-го будет операция Господи слава тебе хвала и благодарность за все милости за все благодеяния твои к нам грешным что даешь собираться на этом занятии благослови кто ведет эти занятия Господи прости все наши согрешения благослови детей наших даруй нам всем рождение свыше чтобы мы были движимы Духом Святым и не допусти смерти без покаяния благослови врачей которые будут делать мне операцию а тебе за все слава хвала и благодарность отец сын и Дух Святой аминь аминь с Богом аминь сестра спаси Христос аминь аминь с Богом сестра аминь братья кто выучил стихи можете оставаться и рассказать сегодня простой стих последний Марка 16-15 да да аминь